Балаковский филиал АО «Апатит» продолжает развитие. Эта фраза стала лейтмотивом визита генерального директора Фосагра Михаила Рыбникова на предприятие. Показать главе одной из крупнейших отечественных компаний по производству минеральных удобрений действительно было что. Совсем недавно здесь завершилось строительство склада фосфорной кислоты, разворачивается возведение нового склада готовой продукции. Предприятие растет, используя наилучшие доступные технологии, делая вклад в развитие компании Фосагра в целом. «На сегодняшний день видим сильный спрос на нашу продукцию, как на внутреннем рынке, который из года в год растет. Ситуация тоже предполагает наращивание поставок на внутренний рынок. На экспортных рынках тоже наша продукция крайне востребована». Развитие – это не только рынки сбыта, прежде всего это модернизация и повышение эффективности. С этим Фосагра всегда все было в порядке. Инвестиционные циклы следуют один за другим и не прерываются даже в трудные времена. Сейчас в Блакове реализуется второй этап инвест-программы. Он затрагивает все основные производственные подразделения. Дальше – больше. «После завершения второго этапа, который видится в третьем-четвертом квартале этого года, в соответствии с графиком, мы рассчитываем рассмотреть вопрос о старте вот этого третьего этапа, который позволит увеличить как вал, объем производства на площадке, так и номенклатуру, что сделает продукцию предприятия еще больше востребованной, прежде всего, на внутреннем рынке, ввиду локации на юге России, но, безусловно, и в экспортных направлениях также». В ближайшее время на предприятии начнется реконструкция одной из серно-кислотных установок с повышением ее производительности. Также модернизируется железнодорожная инфраструктура, планируется расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Михаил Рыбников высоко оценил темпы реализации инвест-программы и отметил профессионализм коллектива. На встрече с сотрудниками предприятия гендиректор компании поблагодарил коллег за труд, а также отметил роль ветеранов производства. Именно они заложили фундамент нынешних успехов, поэтому и отношение к ним особое. «Что мы ощущаем? Заботу. Ковид. Вот были у нас очень тяжелые случаи. Мы обращались в правком. Нашим людям помогали. И люди после этого начинали выздоравливать. Соответственно, они с низким поклоном приходили и говорили спасибо, что если бы не завод, то мы бы не выжили. А сейчас вот мы живем и радуемся, жизнь продолжается». Дополнительным знаком внимания и благодарности ветеранам стало вручение руководителями компании «Фосагра» сертификата на полмиллиона рублей. Надежда Мариева не скрывала волнений и радости. По ее словам, благодаря этим средствам члены совета смогут расширить географию путешествий и решить массу важных вопросов. А компания «Фосагра» тем временем продолжает попутно решать вопросы городские, реализуя традиционные социальные проекты. «Наш социальный пакет постоянно пересматривается в сторону увеличения. И будем дальше работать в этом направлении. Так же, как и многое делается для тех городов, где находятся наши предприятия. В частности, если говорить о Балаково, то в прошлом году на благоустройство города мы выделяли 170 миллионов рублей. В этом году выделяем еще 100 миллионов рублей». Эти средства вновь направят на благоустройство скверов и парков, ремонт тротуаров. Например, благодаря «Фосагра» преобразится территория так называемого поселка многодетных семей в 21 микрорайоне, территория около детской поликлиники, храма Святой Троицы.